Приветствую всех! Вы смотрите новости на канале Апрель. Меня зовут Юлия Кулешова и в этом выпуске будет про мирную акцию против насилия над женщинами, будет про коронавирус, куда же без него, будет про дефицит долларов и еще про что-нибудь расскажу. Не переключайтесь. Мирный митинг против насилия над женщинами прошел сегодня в Бишкеке. Милиция в этот раз и впрямь была на страже закона, чему немало удивлялись некоторые участники митинга. А ведь за сутки до этого, как сообщали в соцсетях, участники митинга им поступали угрозы. Была взломана группа в Телеграме и звонили из органов и просили отказаться от участия, но митинг состоялся. Были призывы и в соцсетях прийти на митинг и напасть на его участников. Обещали разбить голову арматурой, повесить и совершить еще много чего достойного. К счастью, на самом митинге обошлось без радикальных элементов. 12.00 памятник борцам революции. Собираются люди, которые возмущены тем, что произошло воскресенье у вечного огня. Бить женщин и ограничивать право граждан на мирные собрания нельзя, считают они. Каждый раз, если они будут нарушать законы Конституции Крыса Республики, они так и будут получать от своих граждан такие акции. Это для них подарок каждый раз будет. Вот такой вот. Они убежали пострадавших, а нападавших не замечали в упор. Начали избивать девушек только что. Вот они убежали вон туда. Не мельте колпаки, потому что вы не патриоты. Милиционеры абсолютно никак не реагировали на происходящее. Сегодняшний митинг – это реакция на избиение девушек и произвол милиции. Почему я пришел на этот митинг? Потому что я против насилия. Против любого насилия, в любой форме. Тем более против женщин. Что бы ни было, какие мотивации бы не были у тех, кто поступил так 8 марта, я считаю, что этому оправдания нет. Ни в коем случае себя мужчина по отношению к женщине, нормальный мужчина, так вести не должен. Потому что мы не можем стоять в стороне, когда творится несправедливость, когда наших девушек избивают, нападают на них в вероломных обмазках. Потому что вспышка коронавируса, чтобы не заразиться просто. У нас розовые, потому что больше других не было. Такие купили. Никаких нудных речей, модераторы акции не дали слова никому. Самые главные лозунги – наказать милицию и перестать ограничивать конституционное право граждан на мирные собрания. Привлечение к ответственности руководства и сотрудников Свердловского РОВД за бездействие, не поднашивая камера и незаконное задержание мирных граждан. Второе. Собрать в правительство Кыргызской Республики экстренное заседание и провести независимое расследование по фактам нарушения гражданских прав по маршу 8 марта и других нарушений по ограничению права на мирные собрания. Кроме того, к исполнительной власти выдвигается ряд требований. Обеспечение свободы мирных собраний в рамках Конституции Кыргызской Республики. После волны возмущений в адрес стражей порядка они сменили тактику. В этот раз вели себя максимально корректно. Начальник Первомайского РОВД удивил собравшихся знанием основ Конституции. Сотрудники милиции не имеют права, как и все граждане, нарушают закон. В законе указано, каждый граждан Кыргызстана имеет право на воле излияния. Не успели модераторы начать акцию, как на площади появились провокаторы. Агрессивно настроенные женщины попытались пробиться к громкоговорителю. Участники акции освистали их. Милиция отреагировала молниеносно. Провокаторам не удалось сорвать акцию. Их уговорили отойти в сторону и не мешать проводить митинг. Женщины этих вычислили сразу же. Их видели 8 марта у Вечного огня. Они указывали милиционерам, кого задерживать, а парням в масках и колпаках, кого бить. Ее фотографии, фотографии еще двух женщин были в числе тех, кого обвиняли, что они указывали этим парням в колпаках, кого арестовывать, кого задерживать. И активистки выкладывали ее фотографии со словами, что самое обидное, это когда именно женщины не поддерживают борьбы против насилия. Это не было маршем ЛГБТ. Это был марш против насилия в отношении женщин. Вы видели плакаты, которые они держали? Они не были в связи с ориентацией. Это были плакаты, которые говорили о том, сколько преступлений, а именно пять преступлений за два месяца произошло, что мужики убивают жен своих. И больше всего в Бишкеке. Подержала акцию против насилия над женщинами экс-президент Роза Отунбаева. Она раскритиковала действия светловских милиционеров и потребовала отставки министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева. Я считаю, что министр внутренних дел должен уйти в отставку. Такие люди сами уходят в отставку, когда вся мировая пресса вот так вот вышла с передовицами о Храгастане. Еще раз хочу сказать, мы столько делали, десятилетия для того, чтобы демократический имидж страны создать, удерживать. И вот так вот можно в один день выплеснуть из ведра все, что сделано. Я думаю, что ни страна, ни народ этого не позволят. Для нас репутация страны, у нас только есть вот это одно достояние, демократический имидж. И что, сейчас мы позволим кому-то ноги вытирать об этом? Нет. Не позволим. Митинг закончился. Участников акции призвали разойтись. В это время на площади перед памятником борцам революции появились крыкчурошники и рэпер Татаулан. Они вели себя достаточно корректно. Участников акции и женщин бить не стали. В этот раз на площади было много мужчин, которые поддержали женщин. Так что напасть на них провокаторы не рискнули. Можно ведь и в ответ получить. Акция против насилия прошла также в Караколе и Ноокате. В Ноокате на акцию вместе с жителями вышла милиция. Вот как бывает. Отбывающий пожизненный срок объявили голодовку. По данным Госслужбы исполнения наказания заключенные требуют, чтобы судебные надзорные органы защитили их конституционные права. Последовали новому законодательству в рамках судебно-правовой реформы и отменили пожизненный срок. Камеры безопасного города не работают вторые сутки. Такие сообщения появились в социальных сетях. Сбои в системе прокомментировали изданию «Кактус-Медиа» в инфокоме. Ведутся технические работы. А с портала из РСКГ пропали все штрафы. Но камеры все работают и нарушения фиксируют, заверили в Госкомитете информационных технологий. А в некоторых обменках Бишкека пропали доллары. Ну, по крайней мере, на советской так точно нет. Когда появится, не в курсе. По словам зампредседателя обменных бюро «Альянс» Думана Раскулова, в ближайшее время ожидается валютная интервенция Нацбанка. Эти кадры мы снимали во второй половине дня. К вечеру доллар поднялся уже до 73 сомов. Рубль теперь дешевле сома. Обвал рубля эксперты связывают с падением цены на нефть и грядущим мировым финансовым кризисом. Тенге тоже упал. В обменках Казахстана перестали продавать доллары. Создали специальный антикризисный штаб для разработки плана действий по поддержке занятости населения. Правительство намерено сократить неприоритетные бюджетные расходы. Кыргызстан с лайнера «Даймонд Принцесс» прибыл в Бишкек. Его поместили в карантин. Напомню, ранее у него то не подтвердили коронавирус, то подтвердили, то снова не подтвердили и, наконец, выписали из больницы в Токио. У Кыргызстанца, прибывшего из Стамбула с повышенной температурой, коронавирус не диагностирован. И вообще в Кыргызстане нет ни одного официально подтвержденного случая коронавируса, заверяет республиканский штаб по защите от коронавируса. Но школьные олимпиады и образовательные конкурсы все же решено перенести на более поздний срок. Коронавирус шагает по планете. Только в Италии 133 умерших. В стране отменены спортивные, культурные и общественные мероприятия. Школы и вузы закрыты. В Южной Корее от коронавируса умерли 30 человек, зараженных около 5 тысяч. На борьбу с инфекцией правительство страны выделило 25 миллионов долларов. Больше всех тратит Китай 10 миллиардов долларов на то, чтобы обуздать эпидемию. В Японии коронавирусом заразились более 1200 человек. Бюджетнообразующие компании терпят убытки. К примеру, авиакомпания Japan Airlines отменила около 600 внутренних рейсов. И это только в марте. В Иране вирус поразил высшее руководство страны, вице-президента, заместителя министра здравоохранения и часть парламентского корпуса. В стране же заразились около 7 тысяч человек. 200 уже умерли. Те, кто прибыл из этих стран, в обязательном порядке помещают в 14-дневный карантин, сообщает республиканский штаб в списке и другие государства. Вторая категория тоже 5 стран. Они подпадают по нашим требованиям под медицинское наблюдение по месту жительства или пребывания. А третья категория – 11 стран, которые подпадают только под наши наблюдения медицинского наблюдения, но путем обзвона их состояния здоровья в течение определенного 14 дней. Кыргызстан выделил на борьбу с коронавирусом 30 миллионов долларов. На что конкретно государство потратит эти деньги? Среди населения, среди контингентов – это школы, интернаты, вузы, СОЗы, где идет массовое скопление людей, распространяем соответствующие информации о путях передачи, о путях прикладки данных инфекций в частности коронавируса. А еще чиновники уверяют, что дезинфицируют места массового скопления людей. Эти средства сейчас используются. Мы приобретаем соответствующие лекарства, средства, средства для медицинских работников, которые привлечены именно к борьбе и прихватке данной коронавирусной инфекции. Власти почему-то решили закрыть театры, государственный цирк, а рынки и мечети, куда ходят тысячи людей, оставить. У нас намечался с 10 по 20 марта фестиваль клоунов. И в связи с событием, связанным с коронавирусом, нам пришлось отменить. Ну, хорошо, что мы еще билеты не продавали, поэтому все обошлось более-менее нормально. Помимо рынков продолжают функционировать торговые центры, кинотеатры, словом, все, что приносит деньги. Второй страной в мире по числу заразившихся стала Италия. Лидирует все еще Китай. Но эпидемия там идет на спад. За сутки в Китае зафиксировано всего 17 новых случаев коронавируса. По прогнозам китайских медиков, коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Ну и давайте расслабимся, что ли, немного. Сколько можно переживать из-за этого коронавируса? Вот даже в Китае пытаются не унывать и как-то жить с этим, шутить на эту тему. Люди, вынужденные сидеть в четырех стенах, пытаются воссоздать привычную жизнь. И даже в больницах не унывают врачи, медсестры находят в себе силы и для позитива. Шутят и на тему масок, защитных костюмов. Конечно, вот такие защитные костюмы – это крайняя мера. Но зато отвлекают от тягостных мыслей, у кого они вдруг возникают. Вот такие новости. Берегите себя, не болейте. И еще больше новостей читайте на нашем официальном сайте april.ikg. Мы также есть во всех социальных сетях, ссылки на них в описании к этому видео. Спасибо за поддержку. Не забывайте подписываться на наш канал, жать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем спасибо за поддержку. Всем добра. Пока.